Добрый день! Сегодня, в связи с карантинным режимом, я предлагаю некоторые методические рекомендации по работе над дисциплиной инструментовка в удаленном режиме. Я преподаю эту дисциплину в средних и высших учебных заведениях у нас в стране уже 13 лет и постоянно сталкиваюсь с весьма специфической проблемой, которая возникает у обучающихся в процессе сдачи этой дисциплины. То есть написание контрольной работы по инструментовке. А именно, это игнорирование студентами динамических обозначений в клавире. Если в клавире студент встречает в одном такте 4 ноты, а в другом 6 нот, он считает это очень важным элементом и сохраняет это в партитуре. Даже если это и дублированные ноты. Если же студент видит в одном такте форта, а в другом пьяно, то в лучшем случае он просто переносит эти обозначения в партитуру, но не отражает это в самой ткани оркестровой или ансамблевой партитуры, которую он делает. То есть считает динамические обозначения пренебрежимо малыми и игнорирует само их наличие. При всей парадоксальности этой проблемы, тем не менее, она есть и я считаю ее существенной. Поэтому сегодня я бы хотел поговорить именно о ней и о попытках ее превозможения. Дело в том, что именно динамика, на мой взгляд, является структурообразующим элементом в процессе инструментовки или оркестровки. Именно на нее стоит обращать внимание едва ли не в первую очередь. Когда студент работает над фрагментами, которые в клавире изложены в динамике пьянисима или пьяно, не нужно использовать полный состав оркестра. Никто не скажет студенту, что он не знает оркестра, если он задействует всего несколько групп инструментов на пьяно. Не нужно забивать партитуру полностью, нужно исходить из динамики. Это очень простое, элементарное пожелание, однако, как показывает реальная практика, о нем редко вспоминают на зачетах и в домашней своей работе. Противоположный момент – это когда у форта и фортиссимо в полном тутте те или иные инструменты, чаще всего задействованные на средние голоса, пропускаются. Студент пытается каким-то образом неубедительно объяснить, зачем он это сделал, но, в общем-то, никак он объяснить это не сможет, потому что это ошибка и достаточно грубая, демонстрирующая его непонимание оркестровой ткани полное. В тутте единственные, пожалуй, инструменты, которые мы можем либо использовать, либо не использовать – это те или иные ударные инструменты, которые окрашивают этот тутте и придают ему определенного рода колорит. Все остальные инструменты в тутте должны быть задействованы и должны быть задействованы в наиболее выигрышных для них диапазонах. Для практики обучения это аксиома, для творческих решений, конечно, композиторских решений это может быть вариативно, но для обучения, особенно обучения в колледже, это является просто законом, потому что именно в тутте, в построении аккордов тутте и связанности между собой этих аккордов, студент и демонстрирует свое владение оркестровым форта. Следующий момент – это динамика, данная в процессе. Я имею в виду, прежде всего, длительные крещенди и деминуэнди. Опять же, как бы не смешно это выглядело при анализе со стороны, и тем не менее, одна из ключевых, основных ошибок студентов – это подключение инструментов на деминуэнда и отключение инструментов при крупных крещенди. В лучшем случае студент просто выставляет обозначение крещенди и деминуэнда и использует один и тот же состав оркестровых средств. Это на самом деле не так плохо, и при маленьких крещенди и деминуэнди это вполне возможно, и иногда даже резонно. Но при значительных оркестровых крещенди необходимо наращивание оркестровой ткани, последовательное подключение все большего и большего числа инструментов. Для практики обучения этому предмету можно считать это тоже аксиомой. В деминуэнда происходит прямо противоположный процесс – последовательное отключение инструментов один за другим. Причем это подключение на крещенда и отключение на деминуэнда можно осуществлять двумя разными типами, либо подчиняясь структуре мелодического движения музыки. То есть отключение будет происходить на каждом выраженном сегменте музыкальной ткани. Либо наоборот вопреки ей. Когда это происходит вопреки, это менее нарочито и создается ощущение более гибкого крещенда или деминуэнда. Когда мы это делаем по сегментам самой мелодической ткани, это подчеркивает структурированность крещенда или деминуэнда. Что мы хотим в большей степени добиться четкости или наоборот гибкости и размытости этих крещендий и деминуэнди, это уже вопрос в большей степени вкуса, чем вопрос профессионализма. Непрофессионально – это когда на деминуэнда мы добавляем инструменты, а такое происходит очень часто и на зачетах, и в домашних работах, и не только у студентов колледжа, но и в вузе. И наоборот, когда инструменты отключаются при крещенда. Это все выглядит очень непрофессионально и является одним из основных факторов снижения оценки педагогами при просмотре такой работы. И, наконец, важный момент – это мгновенные контрасты. Прежде всего, это сфорцанда и переключение сфорты на пьяно. Не будем забывать, что оркестровая сфорцанда может осуществляться именно оркестровыми средствами. Недостаточно поставить просто знак акцента или сфорцанда, фортепьяно и так далее. Можно и нужно это подчеркнуть инструментами, которые будут выполнять только роль акцента. Это может быть точка-удар у ударных инструментов, подчеркивающий акцент. Но в идеале какая-то громкая группа инструментов может исполнять только акцентированный аккорд, а все остальные инструменты его протягивают. Именно в такой версии акцент воспринимается наиболее остро и наиболее ансамблево или оркестрово. И последний момент, о котором бы я хотел сегодня поговорить, это момент переключения с форте на пьяно. Момент контраста. Контраст в партии фортепьяно, в клавире, с которого осуществляется инструментовка на ансамбль или оркестровка на различные типы оркестров, контраст этот фортепьяно не столь высок, каким он может быть в ансамбле или в оркестре. И степень контраста во многом определяет вкус оркестровщика, вкус аранжировщика. Если мы сделаем степень этого контраста максимальной, то есть на форте задействуем весь ресурс, используем оркестровое тутти, а на пьяно выпишем лишь минимальное количество инструментов, контраст будет очень сильным, очень значительным, но я бы рекомендовал использовать студентам такой тип контраста в крупных и развивающихся формах. Если это фантазия, соната или крупная какая-то пьеса, там большая степень контраста в динамике положительно воспринимается, она подчеркивает грани этого музыкального произведения. Но когда вы инструментуете маленькую пьеску на страничку, на две странички, такой колоссальный оркестровый контраст зачастую слушается при реальном исполнении этих пьес оркестром гротескно, комично. Если пьеса сама по себе юмористическая, то это уместное использование контраста. Но если эта пьеса драматическая или просто лирическая, то такой контраст, он не идет на пользу музыкальной, художественной составляющей пьесы. Поэтому я бы для студентов сделал своего рода такой водораздел. Если вы инструментуете большую крупную форму, степень контраста может быть высокой. Если вы инструментуете маленькую, незначительную по размеру пьесу, то старайтесь не давать рядом, буквально подряд в соседних тактах, форта как тутти и пьяно как один или два сольных инструмента. Да, в композиторской музыке мы можем встретить подобное, но для того, чтобы это сделать органично и естественно, нужно очень высокое мастерство, которому зачастую невозможно научить на занятиях по инструментовке, особенно если речь идет о среднем звене. В ВУЗе о таких вещах стоит уже говорить, стоит их показывать на примерах студентам, но навряд ли стоит их все-таки учить этому, применять подобные вещи в их практических заданиях. Все-таки они их делают в течение обучения не такое уж большое количество экземпляров. Поэтому разделение на малую форму с меньшим контрастом и крупную развивающуюся форму с большим контрастом, мне кажется, целесообразно. Если студент будет обращать внимание на те моменты, которые я сегодня постарался осветить, его работа станет в разы более профессиональной, а самое главное, если у него будет возможность выйти на оркестр, продирижировать свою инструментовку или предоставить какому-то дирижеру ее на исполнение, то проблем при интерпретации подобного рода инструментовки возникнет несоизмеримо меньшее количество, чем при инструментовке, игнорирующей динамику, которая поставлена композитором в клавире.